Мы сегодня будем говорить на тему того, каким образом женщина теряет себя в отношениях, потому что для каждой женщины, так же мы устроены, одним из прогнозов таких счастья является «Был бы милый рядом». И каждая девушка стремится, надеется, ждет очень того момента, когда она встретит своего мужчину, значит, выйдет за него замуж, и вот тогда начнется ее классная райская настоящая жизнь. И как же происходит на самом деле? Я думаю, что уже те девушки, которые давно вышли замуж, уже понимают, что ситуация обстоит не так, как она представляла себе изначально. Многие считают, что выходя замуж, они уже как бы сами по себе меняют свой статус, и в этом статусе уже должны вести себя совершенно иначе, вести себя совершенно по-другому. Так, я не понимаю в очередной раз, когда я там выхожу в эфир, почему такая слабая активность изначально присоединения людей. Это всегда для меня очень странно. Вроде бы я вышла в правильном профиле. Как-то Инстаграм стал очень странненько в последнее время работать. Но ничего, подождем, пока все включатся, и все произойдет. Вот, и многие девушки считают, что в статусах меняются, что теперь я должна жить по-другому, значит, теперь сама моя жизнь должна поменяться. И в результате часто приходят к тому, что все действительно настолько сильно меняется, и мы настолько сильно пытаемся соответствовать тому образу, который кто-то и звонит, имеет совесть звонить в Инстаграм. Вот, и мы настолько пытаемся, значит, соответствовать тому образу, которым видит нас мужчина, быть стройненькой или быть толстенькой, быть шатенкой, брюнеткой, иметь такую грудь или такую, говорить так, высказываться так, делать так, ходить туда и туда не ходить, с этой девочкой общаться, а с этой не общаться. Вот эти все связи из своей жизни, все отношения разорвать навсегда, никогда так себя не вести и так далее. Списки у каждого мужчины огромные, и мы, как хорошие жены, стараемся, значит, быть супер хорошими образцовыми женами, и в результате попадаем в очень своеобразные ситуации. И вот сегодня мы эту тему будем разбирать, я только не понимаю, почему ты, Наташа, ты есть или нет, потому что я почему-то не вижу твоих запросов, не вижу и не понимаю, что происходит, почему все-таки, так, вижу, кто-то присоединяется, сейчас жду Натали, вот, не понимаю, почему какая-то очень слабая стала активность. Раньше включаешь Инстаграм, эфир, и сразу же налетает большое количество людей, и сейчас по полчаса сидит 4 человека. О, наконец-то Наташа присоединилась. Я думаю, что сейчас все будет как обычно, и все люди куда-то, откуда-то дойдут. Так, потому что сейчас как-то очень странно мне вот это вот 20 человек, который показывает, так, Натали, я тебя присоединила. О, есть. Привет. Вот, привет. Как меня видно, слышно? Да, а я вот только что поняла, что я отключила Wi-Fi, знаешь, и вижу, что я разговариваю, оказывается, по сотовой сети. Ну ладно, ничего страшного, главное, чтобы был хороший интернет. Вот, пока вроде бы хороший. Ты нормально меня? У меня тоже немножко сегодня перебои со связью, надеюсь, что будет все окей. Ну, я тоже надеюсь, точнее уверена. Так, друзья, ну, давайте вовишь, и стали люди чуть-чуть поактивнее. Как-то странно, в последнее время стало очень работать Инстаграм. Мы же можем обсудить эту тему. Почему включаешь прямой эфир, сначала у тебя висит 4 человека, вообще для меня непонятно. Так, давайте, друзья, значит, давайте начнем с того, что те, кто уже видел наш эфир предыдущий с Наташей, где мы рассказывали о созависимых отношениях, вы молодцы, вы уже знаете, что Наташу классно будет слушать. Те, кто не видел этого эфира, его надо будет посмотреть. Ну, давай ты расскажешь несколько слов о себе. Я уже сказала, что это моя хорошая подруга, ты мой личный консультант в контекстах моей личной жизни, вот так вот скажем, и моего ощущения себя в этой жизни. И Наташа помогает большому количеству девушек чувствовать себя, скажем так, чувствовать себя так, как должна чувствовать себя женщина и осознавать саму себя, я бы сказала так, вне зависимости от того, что происходит вокруг в ее мире. Давайте скажешь несколько слов о себе, и мы приступим к теме. Вот так. Спасибо за то, что ты меня представила. Немножко добавлю, да, что я женский коуч, сертифицированный женский коуч. Я закончила Эриксоновский международный университет коучинга, да, и я, моя основная направленность — это работа с женщинами, работа, направленная по уверенности в себе и повышению самооценки женщин, да, о том, я помогаю женщинам ощущать себя, да, понять, что основа любого, ну, любой женщины в ней самой, да, то есть открыть для нее свою ценность. Это очень важно в жизни, и мне очень нравится моя работа. Эх, мне-то как она понравилась. Так, давай обсудим нашу сегодняшнюю тему, да, мы хотели поговорить, а давай ты расскажешь о теме, поскольку ты ее предложила, почему мы решили обсудить эту тему? Я в работе с женщинами сталкиваюсь с таким повторением одной и той же проблемы, да, что женщина, вступая в отношения, она в них растворяется и теряет себя. То есть она настолько растворяется в партнере, она начинает жить жизнью партнера и теряет себя. Она перестает ощущать свои истинные желания, она перестает себя ценить, и она перестает быть уверенной в себе, финансово независимой тоже. Опять же, она теряет эту независимость, да, и становится в какой-то степени зависимой от партнера, от своего. То есть центр ее вселенной – это ее партнер, что приводит к не очень хорошим последствиям. Давай, да, я буду переводить, значит, на такой простой, еще проще язык. То есть я встречаю парня или мужчину, влюбляясь в него страшно, и понимаю, что, как любят петь в песнях, да, я тобой живу, я тобой дышу, я в тебя ныряю, раствори меня без остатка, и мне настолько сильно хочется показать льву, как сильно я его люблю, что я готова отказаться от всего мира и начинаю, значит, играть в игру супер-женщины, да. Я встаю пораньше, значит, я идеально выгляжу, естественно, идеально для него, потому что мужчина уже очень часто говорит, я люблю, когда ты накрашена, я люблю, когда ты не накрашена, было бы неплохо, если бы тогда была побольше грудь, или мне нравится побольше попа, или намекает как-то на то, что ему не очень нравится, что я, например, в декольте, да, там, ну, как бы, давай ты будешь надевать что-нибудь другое, и я, находясь в состоянии в этой прекрасной влюбленности, начинаю делать часто то, что мне не свойственно, да, то есть я очень сильно стараюсь ему понравиться, я могу начать готовить. У меня была одна знакомая, замечательная, которая научилась играть на белом рояле, ему нравилась, когда она утром, значит, была в прозрачном халате, у него был дорогой дом, и она обязательно садилась, и когда он завтракал, завтрак должна была готовить только она, потому что это вот ему так хотелось, она садилась в полупрозрачном фенюаре и играла, значит, на белом рояле, притом она никогда до этого не играла, чтобы ты понимала, то есть это для всех был вообще полнейший шок, когда она об этом рассказывала, значит, она там вот играла вот эти какие-то там сонаты. Ну, пару лет это продолжалось, потом, видимо, ему надоела её как бы игра на рояле. И я помню, как она сидела и говорила, блядь, я играла на рояле, сука! Ты представляешь? И её просто, знаешь, пёрла, понимала, что настолько это была история вот про него тогда, и настолько в этом не было её, что когда она пришла в себя, её просто рвало, штырило и, ну, абсолютно, потому что роль была совершенно чужая. То есть это как раз история про то, когда мы страшно хотим понравиться, и чувство любви нас наполняет очень сильно, и нам кажется, что чем больше мы будем соответствовать его желаниям, тем больше у нас будет любить, и это и есть настоящая любовь. Можно так сказать? Да, вот часто бывает ещё так, что женщина до того, как встретить своего мужчину, она яркая, она привлекательная, она живая, она общается с друзьями, с подругами, она куда-то ездит, у неё там масса увлечений, у неё всё хорошо на работе, потом она встречает мужчину, и она понимает, что она хочет стать идеальной женой, что для неё семья – это большая ценность, и она хочет мужчине во всём угождать. Это тоже проблема, как говорится, корнями идёт с детства, да, потому что многие из нас на нашем постсоветском пространстве приучены с детства заслуживать любовь, да, то есть девочки говорят, там, вот будешь хорошо учиться, мы тебя будем любить, вот хвалят её только за хорошее поведение, там, за хорошие оценки покупают подарок, и девочка понимает, что сама по себе она как бы никакой ценности не представляет, если она сделает что-то хорошее, то, что ей говорят, тогда она окей, тогда её будут хвалить, тогда ей будут покупать подарки, тогда её примут, да, тогда не будут... Ещё очень частая фраза, которую нам говорят, да, что если ты будешь так себя вести, мне бабушка говорила, то тебя никто замуж не возьмёт. Да, да, да. Если ты не будешь за собой убирать, то никто на тебя не посмотрит. Мужчинам не нравятся женщины, я помню, бабушка говорила, это очень агрессивно. Мужчинам не нравятся такие женщины, тебя никто не будет брать замуж, там, да, или там ты не умеешь готовить, как, иди учись готовить, бабушка, я не хочу готовить. Если ты не будешь уметь готовить, то есть действительно нас всё время воспитывают под мужчину, да, ну, по крайней мере, наше с тобой поколение, да, там, об этом говорили постоянно, то есть мы должны быть какими-то, чтобы нам повезло, и нас взял замуж какой-то классный мужчина, ну, классный это тот, который не сильно бьет, не сильно пьет, и стабильно работает, то есть, ну, как бы о поликарках речь не шла тогда. Так, ну, и смотри, ну, и казалось бы, что в этом плохого, да, ну, типа, классно выйти замуж, любить его, печь ему пирожки, зато ты уже в статусе, есть мужик у тебя в доме, в конце концов, ты в девках не ходишь, что в этом такого плохого? Давай теперь вот этот момент обсудим. Значит, плохого то, что женщина переносит, как бы все свои желания, она подавляет, да, и переносит всё своё внимание на мужчину, то есть она забывает о слове «я», да, очень часто можно услышать слово «мы», да, мы пойдём, мы купим, мы решили, мы позвонили, мы написали, мы увидели, мы сходили, да, то есть и мы хотим, да, а что хочешь ты? Женщина об этом забывает. И получается, что как бы она подстраивается, всё время подстраивается под мужчину, идёт на компромиссы, которые уже противоречат её ценностям, да, каким-то основным, то есть она себя ломает, лишь бы только ни какой-нибудь, ни возник конфликт, лишь бы не было ссоры, лишь бы не было скандала, потому что она же стремится быть идеальной женой, она хочет, чтобы её хвалили и принимали, и она свято верит в то, что если она скажет, что она хочет, и это будет противоречить желанию мужчины, то он её сразу же разлюбит, ну, а-ля накажет, да, то есть, ну, чего-то она лишится. Вот, и таким образом женщина начинает просто себя подавлять, да, да, свои желания, свои интересы запрасывает, перестаёт общаться с друзьями, перестаёт, опять же, думать о карьере, да, её жизнь изредоточена только на мужчине, она всё время, всё время думает о нём. И что происходит? Что женщина, так как она становится внутренней такой пустой, да, ненаполненной, она начинает, ей становится скучно, да, она становится скучной даже для себя самой, её ничего не вдохновляет, её ничего не радует, то, что касается её жизни, да. Её, она считает, что может порадовать только мужчина. И она начинает, ну, просить сначала, потом требовать от мужчины внимания, да, она начинает ему там звонить по десять раз в день, или ей хочется какой-то близости душевной, хочется общения, хочется нежности, ласки, а с мужчиной происходит то, что он теряет интерес, да, и получается, он же встретил девушку какую? Яркую, да, там, ну, такую, как сказать, заметную, да, цельную личность. И потом он не понимает, а что с ней произошло, почему она стала такой, ну, как бы, ну, такой никакой, да. И он теряет к ней интерес, а женщина всё больше и больше, наоборот, нуждается в его внимании, потому что сама по себе она уже существовать не может, да, как независимый цельный организм. Вот, и получается, что она от мужчины требует внимания, а мужчина от неё ускользает, мужчина к ней охладевает, он начинает злиться, раздражаться, теряет к ней интерес, игнорирует чувства. И что происходит с женщиной? Большое чувство обиды, да, большая неудовлетворённость и в то же время страх потерять этого мужчину, потому что на нём же сосредоточено всё её внимание, она начинает перейти. Прости, хочу вот к мужчине вернуться, да, такой очень интересный момент, потому что, по сути, мы можем говорить, мужчина равно женщина, мы в этих ролях, в принципе, можем быть похожи, да, ну, может быть, обратно, может быть, мужчина занимать место такое, например, в жизни сильной женщины. И касаемо мужчины удивительный момент здесь происходит, то есть мужчина, с одной стороны, он берёт яркую женщину и он эту яркую женщину начинает, Оля, ты устала? Нет, я не накрасилась, друзья, я просто не накрашена, я естественная, красивая женщина. Ты всё равно очень красива. Вот заметь, да, тоже какой-то такой подъём тонкий, то есть если я, значит, не накрасилась, значит, я устала. Нет, ребят, я просто не накрасилась, просто это моя естественная красота. Вот, так вот, давайте вернёмся. То есть мужчина берёт яркую женщину и начинает, значит, из неё лепить что-то другое, да, ну, это, знаешь, это типа как готовить. Мы пришли в ресторан и такие говорим, а можно чуть-чуть вот соус, другое приправу? Он делает из этого что-то другое, говорит, мне так вот не нравится, я хочу, чтобы для меня это было другой. И потом он не понимает, что он же это слепил, ну, он ей дал этот фокус, и ему это перестаёт самому нравиться. И он злится на женщину, считая, что это она теперь какая-то испортилась, она не такая. Почему, о чём я и говорю, почему важно всегда при любых обстоятельствах оставаться собой и не бояться сказать своему мужчине, дорогой, всё классно, но я буду дружить со своей подружкой. Тебе она кажется неподходящей для меня, ты можешь с ней не дружить, но это моя подруга. Дорогой, тебе не нравится, что я хожу, я не знаю, там, на йогу, на танцы, то, что я катаюсь на вейкборде, здорово, ты можешь не кататься, но я это люблю. Удивительным образом мужчины всегда, что бы кто ни говорила, поверьте, я уж знаю и наблюдаю, у меня сейчас огромное количество, как и у Наташи, ещё и клиенток, помимо того, что у нас была яркая жизнь и есть как бы, ещё и клиенток очень много. И история про то, что когда ты остаёшься верна себе, мужчина зажигается тобой ещё больше, потому что с одной стороны он пытается тебя слепить, но с другой стороны его дико заводит во всех смыслах, когда ты не лепишься, потому что он обращает на тебя внимание, он думает, вау, какая ты, вау, какая ты интересная, с тобой становится интересно, потому что ты прежде всего личность. И вот эта история про то, когда мы пытаемся сразу же под мужчину подстроиться, нужно сразу себе напоминать о том, что как только вы это сделаете, спустя время вы перестанете быть интересны ему, ну и хер с ним. Вы перестанете быть интересны себе. Вот это самая такая ключевая точка, о которой мы с Наташей всё время говорим, потому что у вас может быть много мужчин, мужей, чего угодно, но вы у себя одна. И когда вы разок позволяете себя сломать какому-то мужчине, когда вы позволяете себя сломать какому-то мужчине, я себе всегда напоминаю, когда я, например, что-то чувствую, что-то происходит в моей жизни, внутренняя борьба, я себе говорю, Оля, а помнишь парня, который был у тебя в школе или в универе? И отвечаю, не, не помню. И я говорю, а ты можешь себе представить, что такое может случиться в твоей жизни, что эту историю ты тоже не вспомнишь? Когда в моей голове ты 14 лет в браке, я себе говорю, а сколько ты думаешь, что у тебя впереди ещё лет жизни? Может быть такое, что ты проживёшь ещё там лет 60-70? И понимаю, что могу. И думаю, а что такое на фоне 70 лет моей будущей жизни эти 14? То есть очень важно возвращать себя и понимать, что в вашей жизненной истории может быть миллион разных мужчин, партнёров, чего угодно. Вспомните 5 лет назад то, что было, многие уже и не помнят, но вы с собой остаётесь всегда. И вот этот момент фокус на себя, как Наташа мне по тысячу раз повторяла всегда, фокус на себя, он является супер важным. Потому что что бы мужчина с вас не пытался слепить, и не только мужчина, но и кто-то другой, это не имеет никакого значения. Самое главное всегда помнить, что для того, чтобы вы были интересны мужчине или ещё кому-то, вы должны быть интересны себе. Вам должно быть с собой интересно. И в тот момент, когда мы превращаемся и уговариваем себя, что это классно, так замечательно, да мне ничего не надо, только бы он на меня смотрел, надо себе подходить в зеркало и говорить, это клиника. Если всё, что в жизни сейчас меня волнует, чтобы он смотрел только на меня, это клиника, я больная баба. Вот, вот так себе и говорить. Просто, то есть я больная баба. Повторить это 30 раз, вот, а потом вот эти вам не понравятся и начать как-то что-то делать иначе. Всё, я замолкаю и снова возвращаюсь к тебе. Ну да, я, конечно, таких слов никогда не говорю, я, все мои клиенты знают, что у меня очень мягкий, нежный подход к личности, да, вот, но на самом деле, конечно, да, когда мы ставим кого-то, какого-то другого человека, делаем его главным в нашей жизни, да, это просто позиция жертвы. Мы таким образом перекладываем ответственность на кого-то, да, но если мы перекладываем и мы ждём, что кто-то сделает нас счастливыми, будет нас радовать, будет нас содержать и так далее, да, мы должны быть готовыми, что так, как захочет этот человек, он это и будет делать, да, то есть нам придётся уже это принимать, как бы это ни было, да, вот, вот, если ты сделала этого мужа своим, главным человеком в своей жизни, ну всё, неизвестно, как он будет о тебе заботиться, да, как он будет проявлять своё внимание, то есть, ну, это такая позиция очень невыгодная даже для самой женщины. И я буду повторять эту фразу тысячи, две тысячи, я не знаю, сколько раз, всем девушкам главный человек в твоей жизни – это ты сама и ответственность в твоей жизни, за твою жизнь, она на тебе, да, ни на мужа, ни на родителях, конечно же, ни на детях, ни на друзьях, ни на работодателя, да, на тебе. Ты делаешь выбор каждый день, ты принимаешь решения, и от этого зависит твоя судьба. А все вот эти установки, с которыми нас воспитывали в нашем обществе, очень они популярны, да, что мужчина в семье главный, мужчина в семье, там, добытчик, женщина мудрая стерпит, хорошая жена ради мужа, готова на все, это можно помахать рукой, сказать прощайте убеждения, это уже каменный век, да, потому что в здоровых отношениях должно быть два равноценных я, да, они на этом держатся, не один, ну, не одно я, потому что отношения строятся между двумя людьми, и должно быть два равноценных я, и равноценный заявок. Тебя в отношениях, это отслеживает. Вот столько, что было не слышно. Да, ни одно, ни мужчина главный, да, ни женщина главная, они оба партнёры равноценны, да, в два я в отношениях, и должен быть равноценный взаимообмен энергиями, действиями, заботой, поддержкой, то есть должно, ну, такой круговорот происходить, да, и задача женщины, которая не хочет раствориться, не хочет потерять себя в отношениях, это следить за этим равноценным обменом, да, если она чувствует, что её границы нарушаются, что её принципы нарушаются, да, нужно просто, как говорится, отрезвлять себя, да, брать в руки, брать за голову и думать, что-то пошло не так, да, останавливаться и просто думать, что сделать, да, что предпринять, чтобы этого избежать. Потому что очень жать женщин, которые, как говорится, посвятили себя мужу, потом муж ушёл к другой, и женщина осталась просто ни с чем разбита и морально, и она остаётся без финансов, и она просто не представляет своей жизни, она не знает, как ей жить дальше, и, ну, у многих это приводит и к депрессиям, и к срывам, и к разным зависимостям нехорошим, да, поэтому лучше проблему не решать её, лучше предотвратить, взять ответственность за свою жизнь в свои руки и наполнять свою жизнь содержанием самостоятельно. Мужчина — это не центр твоей вселенной, центр твоей вселенной — это ты. И если ты наполнена, если ты ухаживаешь за собой, если ты красива, если ты сияешь, то твой мужчина будет любить тебя гораздо больше, чем когда ты зациклена на нём, как подстроиться, как сделать так, чтобы ему понравилось, ты просто становишься неинтересной, ведь мы должны помнить одно, мужчина любит женщину за то, что она не похожа на него, зачем ему ещё один под, ну, ещё одно подобие себя, да, мы темы прекрасны, что мы отличаемся друг от друга, мужчина своими качествами, женщина своими, и задача женщины номер один — это сиять, быть наполненной, быть красивой, а это достижимо только если женщина о себе заботится и понимает, что самое главное в её жизни человек — это она. Это как в самолёте, знаете, правило, да, если хочешь спастись, то сначала ты одеваешь на себя спасательный жилет, а потом на ребёнка, да, потому что ты в ответе, ну, как бы за себя, за младшим в своей семье, и ты в ответе за эмоции, которыми наполнена твоя семья тоже. И всё начинается с нас самих, не надо ждать, что мужчина там что-то будет решать, а ты будешь сидеть, да, это так не работает. Должен быть равноценный взаимодмен. Вот, это такое, да, тоже отступление, вот, может, Оля, ещё что-то хочешь дополнить? Я знаю, что я хочу, на самом деле, вот мы сегодня с тобой говорили о том, что наши люди очень любят конкретику и примеры жизни, я тебя хочу попросить рассказать немного о своей жизни, потому что, знаешь, когда со стороны сидим, умничаем, людям кажется, ага, вы же не были на моём месте, расскажи, пожалуйста, вот немного, хотя бы часть какой-то своей истории, может быть, своего брака, для того, чтобы было понятно, что ты знаешь об этом не понаслышке, я пойду за Пекси, тут пишут, что у меня, видимо, вкусное винишко, друзья, я из красивых бокалов кухаю Пекси, вот, поэтому я пойду себе налью, я сейчас быстро до холодильника, а Наташа начнёт рассказывать. Да, в моей жизни тоже был период, когда я потеряла себя в отношениях, это было связано с тем, что я встретила мужчину, конечно же, полюбила, да, у нас завязались отношения, и я в глубине своей души очень хотела стать идеальной женой, конечно же, потому что и с детства тоже, как и многие из нас, да, я привыкла заслуживать хорошие оценки, заслуживать любовь и так далее, да, и была, ну, в какой-то степени удобным ребёнком, да, поэтому, ну, стереотипы были мне эти знакомые, известные, тоже я в них воспитываю, да, вот, и, конечно же, я старалась во всём мужу слушаться, да, и вот когда, например, я ещё переехала в другую страну, плюс ко всему, то есть, ну, действительно, я была ограничена и в общении, потому что у меня не было нового круга общения, и в основном я общалась вот только с моим партнёром, да, и так как я была девушка тоже, до встречи с ним очень у нас, мы с Олей дружили, да, у нас была яркая, интересная жизнь, насыщенная, да, и потом я, ну, хотела продолжать её в том же духе, да, я там хотела ходить в тренажёрный зал, я хотела учить язык страны, в которую я переехала, я хотела знакомиться с людьми, то есть, ну, работать всё, вот, но на что мне мой партнёр говорил, что зачем тебе этот тренажёрный зал, вон у нас дорожка беговая на балконе, ну, у нас как бы большая терраса, вот занимайся на дорожке, зачем тебе куда-то ходить? Я говорю, я хочу учить язык, зачем тебе этот дурацкий язык, работая у меня на фирме, там язык этот не нужен, там, я хочу общаться там с друзьями, ну, все дураки-придурки, не с кем тут общаться, в общем, тралала, и вот таким образом со временем я ему не перечила, старалась как бы быть хорошей женой, не спорить, не развивать конфликты, не ссориться, вот, и таким образом через какое-то время мой мир был сосредоточен действительно на нём, да, и всё вертелось вокруг него, и я поняла, что я это уже не я, а ещё был такой момент тоже смешной, да, там тоже говорили, говорил он мне, что я слишком худая, потому что вот, что попу надо бы побольше, и как бы, да, всякие мои попытки там посидеть на диете всегда воспринимались штыки, вот, и тоже я начала как-то поправляться, чтобы радовать мужа, да, и с каких-то пор я просто начала смотреть на себя в зеркало, я себя не узнала. Так, ты у меня пропала. Не хватало, как бы, выхода, да, ну, каких-то своих чувств, да, и я превратилась в совершенно другого человека, я действительно и вес набрала, и глаза мои потухли, и начал глаз уже дёргаться, потому что я все эмоции в себе подавляла, и периодически они, конечно же, взрывались, конфликты всё равно возникали, но, в общем, ни к чему хорошему это не привело, и, к счастью, я вовремя ополнилась и поняла, что, ну, если я во всём буду мужа как бы слушаться, да, и ничего не буду сама предпринимать, то это для меня очень плохо закончится, я начала как бы потихонечку-потихонечку становиться сама собой, да, искусство маленьких шагов никто не отменял, с маленьких шажочков потихонечку-потихонечку нужно возвращаться к себе. И очень важный момент, конечно же, это, вот, кстати, был вопрос от девушки, да, я обещала на него ответить, многие вот тоже растворяются в отношениях, теряют себя и теряют финансовую независимость, потом они боятся разрушить эти отношения, потому что они в какой-то степени зависят от мужа, боятся, что они не потянут детей, вот, как этого избежать? Ну, вот, этого избежать нужно таким образом, что ни в коем случае полностью не перекладывать ответственность за финансы на мужа, то есть обязательно, я считаю, что женщина, ну, не то, что должна, но для женщины лучше работать. Во-первых, это выход, это её самореализация, это, опять же, общение, да, и, опять же, финансовая независимость, которая всегда подпитывает уверенность в себе и самооценку. Вот, если вы уже зависите от мужа финансово, то нужно, опять же, сфокусироваться на своих сильных сторонах, не позволять своему страху над вами обладеть, да, и просто начинать потихонечку-потихонечку заниматься своим финансовым состоянием, работой и так далее, развиваться, развивать свои сильные качества, и таким образом, чем больше вы работаете над этим, тем меньше, конечно же, становится страхово и больше становится уверенности в себе. Вот, поэтому это такой был у меня пример, да, если я буду рассказывать, это надо до конца всю эту историю, да, как я стала, была там зависима от мужа, потом перестала быть зависима, и все эти наши перипетии, это ещё нужно ни один даже эфир провести, вот, но мы не об этом, и время, я тоже смотрю, что у нас идёт. Коль, ты что-то хочешь добавить, может быть? Я хочу о тебе добавить, ты так это сахарно рассказала, я просто пару буквально моментов. Во-первых, хочу сказать, что Наташа, Наташа муж был достаточно богатым и властным мужчиной, это очень важный момент, то есть это не просто какой-то там Петя, к которому она переехала в другую страну, это властный мужчина, серьёзный бизнесмен, человек, который, ну, как мне кажется, был по характеру таким немножко тиранчиком, человеком, который любит свою власть везде оказывать, и не так-то просто он её отпускал, то есть в зависимости были с самых разных сторон, и она прошла действительно колоссальный путь трансформации, я вообще человек, который смотрит на знаки на якости, кто-то не знает, Наташа Скорпион, и она такой человек, который залазит в себя, значит, вот эти все внутренние самокопания делает, и, наверное, она неспроста стала заниматься коучингом, да, вот психологией, потому что очень многие вещи мы начинаем осмыслять именно, безусловно, когда мы проходим что-то сами, ковыряемся в себе, и я хочу всем сказать, что никогда не бойтесь вот этих вот погружений вовнутрь себя, потому что для того, чтобы вылезти из любой той ямы, в которую мы сами себя, в общем-то, и сажаем, как показывает опыт, мы сами управляем, да, своей реальностью, сами себя закапываем и раскапываем, вот, и вы всегда должны понимать, что какой бы яме вы ни оказались, в любом случае без погружения и внутренних раскопок ничего не произойдет, потому что мы очень часто пытаемся либо выставить себя опять-таки, ну, такая есть у женщины черта, да, блин, я сама во всем виновата, да, он, ну, на самом деле, это наши страхи говорят, потому что самое страшное всегда это признать, что то, что мы строили-строили, ничего мы не построили нормального, да, то есть нам, по сути, нужно это разрушить и начать строить заново, потому что, ну, иногда и часто так бывает, когда люди, это, как я называю, как вот старая разваленная квартира, и мы себя уговариваем, что не так уж тут все сторонне, так все развалено, мы сейчас это все порасставляем по стеночкам, нет. Вот учитесь и понимайте, что в вашей жизни достаточно и времени, и силы, и энергии для того, чтобы нафиг это все раздолбасить и построить что-то новое, ценное и настоящее, используя, безусловно, тот жизненный опыт, который мы имели. И самое дурацкое, это если вы уже в этих отношениях закопали себя, если вы уже сами настроили кучу всяких барьеров, и вы понимаете, что, ну, это же достаточно сложно, когда вы приучили своего мужчину, потому что вы такая там идеальная, вы такая там жертва, неважно, да, у вас есть какая-то роль, и вдруг вы в какой-то момент такие просыпаетесь, и вы суперкошка, да, женщина-суперкошка, вы говорите, хер тебе завтрак, не будет тебе никакого завтрака, я иду с подругами, тебе не нравится, до свидания, весь свой гардероб я выкинула. Ну, по сути, вы стали другим человеком, и скорее всего, когда мы принимаем себя другими, возможно, такими, какие мы есть, очень часто партнер не просто начинает, партнер что-то начинает делать, очень часто мы смотрим и понимаем, что вот это я, которая я настоящая, и вот этот партнер – это несовместимые люди. Мы же как бы за время-то подстроились, поменялись. Вот я всегда напоминаю себе о том, что когда вот люди говорят, а мы вместе 50 лет там, или неважно, 10 лет, или 3 года, я всегда говорю о том, что в паре находятся два человека, не мы, вот Наташа об этом сказала, а два человека, и каждый из этих двух развивается по-своему. И сильно везет, прям супер везет, когда двое развиваются в одном направлении на протяжении многих лет, или хотя бы не развиваются вот так, а как-то там вот вот так вот, но плюс-минус параллели сохраняет. Но давайте будем реалистами. Огромное количество людей развивается совершенно по-разному, где один развивается так, а второй развивается вот так, вообще никак не развивается. И поэтому, когда мы пытаемся, часто я слышу такое, спасти брак или спасти отношения, нужно быть реалистом и понимать, вы что спасаете, вам этот человек рядом нужен, потому что вы с ним 25 лет жили и не смотрели в его сторону, или были при нем жертвой, или по каким-то другим причинам. Важно понимать, что мы люди, и мы меняемся, и каждый год, Оля Ермилова, это каждый год новый человек. Ну, откровенно. Вот когда вы себе это признаете, и ваш партнер точно так же, это не значит, что вы становитесь хуже или он хуже, вы просто постоянно обновляетесь. Вы помните, как в айфоне, стоит не поменять пару раз обновление ПО, и всё, он начинает тупить, глючит, да, потому что приложение там уже меняется под это ПО, то же самое происходит в жизни. Важно это осознавать для того, чтобы у нас не тяготило вот это чувство вины, страха. Рано или поздно количество несчастий, если мы не будем обновляться и смотреть на свои отношения, да, и понимать, я ли это сейчас живёт в этих отношениях, или это какой-то другой образ человека, который я на себя натяну. Если у вас часто возникают вспышки агрессии, злости на своего партнёра, потому что вы чего-то хотите, а знаете, что вы не можете, да. Вы смотрите, что кто-то что-то делает, а вы к себе говорите, я не могу. Вот это как раз способ, скажем так, возможность задать себе вопрос, почему я на это злюсь, может быть, я этого хочу, может быть, я себя забил очень сильно, потому что я, например, знаю об этом точно, не понаслышке, очень много раз. И знаете, такая интересная вот вещь, если вернуться в моё прошлое, о настоящем я сейчас не хочу говорить, я о нём буду рассказывать на своём мастер-классе 25-го числа, а вот если вернуться в прошлое, то есть как раз у меня есть такой суперперсонаж, Наташа была с ним знакома, я о нём писала очень много постов и книг, герой моего романа, который... Хорошо, вот что мне удалось найти в интернете. Моя девочка заговорила. Вот, герой моего романа, о котором я рассказывала, что у меня были такие с ним очень террористические и долгие отношения, от которого я уходила, приходила, и, в общем, был такой террор. Так вот, я помню такие замечательные моменты, что каждый раз, когда я пыталась ему угодить, он издевался надо мной всеми вообще силами. Я помню, как я пыталась быть очень хорошей девушкой, очень правильной девушкой, я помню, как он надо мной издевался, как он там, например, ему говорю, ну, пойдём, пожалуйста, домой. Он такой сидит бухой, такой, нет, мы ещё тут посидим. И вот вёл себя как полная дрянь. Но стоило мне возвращаться к себе и вести себя как девушка, которая себя любит, и не стесняясь вставать и уходить тогда, когда мне нужно, или не приходить тогда, когда я не хочу, или не брать трубку, или говорить ему «нет» и входить в новое отношение, как он превращался в супергероя, который бросал всё, пел серенады под моим окном. Но хотя я всё время, да, на протяжении этих отношений постоянно держалась и думала, господи, ну как же ему угодить? Поэтому запомните вот эту простую историю, что когда вы пытаетесь кому-то угодить, вы предаёте себя. Это надо понимать. Предательство себе рано или поздно выходит самыми разными вещами. Поэтому если вы чувствуете, что вы в отношениях уже не та вы, и вы себе ещё при этом говорите о том, что это нормально, что все так меняются, это естественно, как бабушка. Говорит, ну ты же вышла замуж, ты же уже не можешь жить как прежде. А почему, спросите у бабушки, почему, выйдя замуж, я не могу быть прежней, я по-прежнему остаюсь с собой, с кольцом, с печатью или с какой-то другой херотенью, я-то остаюсь с собой, меняется мой статус, но я остаюсь с собой, и я буду меняться и хочу меняться так, как моя душа требует, а не так, как теперь я должна. Зачем тогда вообще эти отношения, если по сути они настолько нас связывают, для чего они нужны? Ну, такой себе вопрос. Да, абсолютно согласна. Если изменения и могут происходить, и иметь место быть, то это должны быть изменения к лучшему. То есть всегда нужно отслеживать свои эмоции, свои чувства, да, и понимать, как ты себя ощущаешь. Ты сейчас в зоне психологического комфорта или дискомфорта, да, то есть не думать о том, что чувствует другой человек, а отслеживать свои чувства и эмоции и не допускать, чтобы ты находилась часто в состоянии психологического дискомфорта. Это очень важно, потому что наша жизнь у нас одна, вот, и психика у нас тоже, она достаточно, как бы сейчас и так, и очень такая жизнь насыщенная у всех, да, и очень много стрессов. Если мы ещё будем постоянно находиться в стрессе дома, оно это как бы к хорошему не приведёт, но к счастью так это точно, да, поэтому обязательно, девочки дорогие, отслеживайте, что вам нравится, что вам не нравится, озвучивайте это партнёру. Оля правильно сказала, наши партнёры любят, когда мы остаёмся сами собой, потому что они нас такими узнали, да, и когда мы, вот, у меня тоже так было часто, когда я рвала отношения, когда я уходила, это начинались, там, догоняния, возвращания, там, я не знаю, звёзды с неба, обещания золотых гор, там, какие-то действия даже следовали, да, после этого, потому что, ну, когда мы ценим себя, нас не ценят и другие, если мы не ценим себя, нас не ценят и другие, всё очень-очень просто, да, хотя кажется сложно, но на самом деле самое важное это понять, что вы ценные сами по себе, есть у вас мужчина или нет, это, это совершенно, как бы, просто уже дополнение в вашу жизнь, да, оно должно быть приятным дополнением, должен быть взаимный обмен, как Оля сказала, да, можно прожить 25 лет в браке, мы меняемся, мы не стоим на месте, вот, я знаю, что тут аудитория широкая, все любят развиваться, да, себя познавать, да, и поэтому мы меняемся, и это очень хорошо, когда наши партнёры меняются вместе с нами, и происходит, опять же, этот равноценный взаимообмен, если меняется один человек, а второй стоит на месте в своём развитии, он начинает второго или гасить, ну, пытаться остановить его, потому что он чувствует страх, неуверенность, что как это так, вот женщина там начала больше зарабатывать, она начала лучше выглядеть, она становится независимой, а, а я как, я же тогда и буду не нужен, и начинается токсичная такая среда, как бы, да, и, ну, какая-то агрессия проявляться, да, поэтому важно, чтобы люди развивались вместе, и всегда этот взаимообмен между партнёрами был равноценным, это очень важно. Ну, а если это… Спасибо, девочки, за комментарии, за сердечки, очень хочется мне от всей души вот донести вам это, потому что, действительно, Оля сказала, я всё рассказала в двух словах, очень сахарно, но были периоды очень совсем невесёлые, да, и тогда я выглядела гораздо хуже, чем сейчас в свои 43, тогда там в свои 26-27, это вообще был другой человек, я даже не люблю смотреть эти фотки, да, потому что, ну, это реально была вообще практически не я, вот, ну, ладно, это уже в прошлом, вот, поэтому вот от души хочу вам донести, что самый главный человек в вашей жизни – это вы, вот. И что ещё хочу, значит, ещё, значит… Подожди, у нас ещё есть, Наташа, сейчас пару минут хочу сказать, вот важный момент, что если вы всё-таки обнаружили, что вы находитесь в отношениях, в которых вам плохо, но в которых вы понимаете, что вы себе изменили, вы стали совершенно другим человеком, и с вашим партнёром уже бесполезно разговаривать, а я бы рекомендовала начинать именно с разговоров, потому что я, например, человек, который отношения всегда строил через разговоры, через объяснения, что я думаю, что я чувствую, это очень важный момент, не обвинений, а что я думаю и что я чувствую. Моим отношениям это всегда помогало на протяжении многих-многих лет, и я надеюсь, что будет ещё помогать. Но если вы понимаете, что ваш партнёр не желает вас слышать, и у него включается агрессия, и он вас только обвиняет, не надо ничего ждать, нужно эти отношения разрывать. Вот я хочу сказать это слово, да, я беру на себя ответственность за такие слова, за такие месседжи, нужно разрывать эти отношения, потому что в противном случае вы себя просто даёте постоянно насиловать. Вот вы должны понимать, что во всех смыслах, и в смыслах секса, скорее всего, потому что если отношения нездоровые, то секс, как обычно, тоже нездоровый. Во всех смыслах перестаньте это делать. Как бы страшно вам ни было, вот просто соберите чемоданы, если вы где-то живёте, вот найдите в себе силы это рвануть, вы увидите, какой колоссальный объём сил и энергии у вас появится. Вы просто высвободите себя вот на волю, это очень важно знать, потому что я понимаю, что не все девочки сейчас такие решительные, такие осознанные, как мы с тобой, и многие считают, что нет, я ещё немножко в этом побуду, вот быть в этом нельзя нисколько. Вот вы должны понимать, что вы себя даёте насильнику, и он вас травит, травит ваш мозг, травит ваше тело, жёстко вас имеет во всех смыслах этого слова, и вот так вы над собой издеваетесь. И находясь в этом состоянии, вы как человек, которого наркотиками жёсткими, знаете, как показывают психушка, психотропными веществами и всем, вот это с вами происходит. Нужно бежать во что бы то ни стало. Поверьте, когда вы чуть-чуть убежите к маме, к подружке, на вокзал, куда угодно, у вас появится, мозг заработает, ваши защитные реакции, они появятся. Вы начнёте искать решение, и спустя какое-то время вы будете смотреть, знаете, как человек, который вот отпустило его это, и вы будете думать, господи, что же со мной происходило, почему я позволяла это делать. Ни в коем случае нельзя ждать, что это каким-то образом само рассосётся, оно не рассосётся. Вот если вам уже в этом плохо, если вы уже понимаете, что всё, вы себя изнасиловали максимально, то есть уже всё, рядом с вами человек, вы с ним и говорить не можете, он вас не слышит, да, вы почему-то находитесь вместе, так часто бывает. Я уже настолько жертва, а он уже настолько маньяк, то есть вы друг друга как будто бы нашли. Вот важно это разорвать и понять, что пока вы этого не сделаете, ничего со мной не исправится. Это очень важный нюанс. И если уже совсем плохо, нужно обратиться за помощью. Нужно взять какую-то консультацию. Вот у меня, например, Наташа, это моя скорая помощь, потому что, учитывая уровень вообще моей эмоциональности, всего того, что со мной происходит, я, например, с Наташей общаюсь, наверное, каждый день, там, какими-то мини-сессиями, там, что-то я ей запишу, она мне ответит. И периодически мы делаем с ней конкретную сессию, где мы разбираем, потому что насколько бы осознанной я ни была, да сколько бы классной я ни была, у меня огромное количество эмоций, всего я живой человек, и нам всегда нужно, чтобы со стороны нам кто-то сказал. Вот у меня бывает такое, что я к концу вечера, я сбрасываю там Наташе две минуты какую-то запись и говорю, слушай, скажи мне, что делать, и что-то вообще не понимаю, что происходит, скажи мне. Она мне начитывает там три минуты ответ, и я сижу и думаю, господи, как у меня всё классно, например, да, как всё просто. Потому что мы порой не можем этого отследить. И поверьте, это мега крутое, ну, вообще вложение в себя. Я раньше совершенно недооценивала вот такой помощи, несмотря на всю свою суперосознанность. Мне очень приятно, когда Наташа говорит мне там, ещё у нас есть девочка Яна, когда говорят, блин, как круто вот работать с людьми осознанными, как классно сказала, и ты тут же всё поняла, знаешь, что делать, как себя чувствовать. Но тем не менее, даже мне нужны такие люди. А если в вашей жизни бардак, вот просто поверьте, одна сессия может вам невероятно помочь, вот просто невероятно. Я хочу на это обратить внимание, потому что очень много людей часто пишут какие-то вопросы с приставкой такой, знаешь, вопрос жизни и смерти. Вот если для вас это вопрос жизни и смерти, уделите час внимания работы со специалистом, и вы увидите, что у вас вопрос смерти закончится, останется только большой вопрос жизни. Нам это необходимо, потому что мы живые люди, и у нас вот это всё происходит, и нам кто-то нужен, кто может помочь нам переварить. Ты хотела что-то дать, сказать. Да, ты затронула тему абьюзивных отношений, и я действительно очень редко какие-то даю такие советы категоричные, но если вы чувствуете, что вы в абьюзивных отношениях, что есть насилие, любое психологическое, физическое, это обязательно нужно разрывать, потому что абьюзеры не меняются, они могут измениться только, если они будут заниматься психотерапией годами, годами психотерапией. Вы их не измените никоим образом, вы просто потратите свою жизнь на это, и вы просто, ну как Личность, просто пропадёте. И поэтому это действительно, я тоже беру ответственность за такой совет. Если есть отношения к насилию какого-либо рода, эти отношения нужно заканчивать. И потом обязательно заниматься собой и понимать, почему ты в этих отношениях оказалась. Я это сделала, я поняла, я разобралась, и как Оля говорит, я копалась, я ковырялась, я входила к специалистам в своё время, я разобралась, почему я была в таких отношениях. Поэтому, девочки, я всегда готова всем помочь. И если вам нужна помощь, а она на самом деле очень нужна, как Оля сказала, даже осознанным людям. У меня клиентки все очень классные, яркие, осознанные женщины, успешные достаточно. И вот они, кстати, обращаются к коучам, они обращаются к психологам, потому что они понимают, что если у них в жизни всё хорошо, её можно ещё улучшить. Если есть проблема, её можно решить. Это просто надо сделать, и всё, и забыть об этом. Потому что все проблемы решаемы, и чем раньше с ней прийти, тем это будет лучше для вас же самих, для вашей жизни. И лучше начать, как говорится, позже, чем вообще ничего не делать, потому что всё решаемо. Всё решаемо, просто на какие-то проблемы меньше надо времени. Для решения на какие-то, если это уже такой клубок, который уже намоталось всего на него, то тогда, конечно, побольше времени. Но всё решаемо, поэтому лучше не доводить до кризисов. Что я ещё хочу напоследок сказать, девочки, пожалуйста, чтобы не терять себя в отношениях, всегда помните, что у вас должны быть свои личные желания. Свои. Не мы хотим, а я хочу. Пусть будет и мы хотим, но должно быть то, что я хочу. Своё мнение, и его не нужно скрывать, потому что порой ваше мнение, может, даже мужчине понравится больше, чем его какое-то. Это же нормально иметь своё мнение. Каждая личность, каждый человек имеет на это право. И не нужно этого умалчивать. Потом, своё пространство. Девочки, это очень важно. Для любой женщины иметь своё пространство. Хотя бы, я не знаю, какая-то периодичность, но надо уединяться, чтобы наладить энергообмен, чтобы уравновеситься, наполниться. Или это ванная комната, или у вас спальня, или вы пойдёте куда-то погулять. Обязательно нужно иметь такое своё пространство, где вам нравится, где вам приятно. Своё личное время для того, чтобы пойти с другими пообщаться, для того, чтобы пойти куда-то в салон, для того, чтобы книгу почитать, телевизор посмотреть, ту программу, которую вы хотите. Даже если вы в отношениях. Это никоим образом никого не ущемляет, если вы будете делать то, что вы хотите, в какой-то определённый момент времени. Если вы побудете одна и сделаете то, что вы хотите. Обязательно своё окружение. Если у вас есть подруги, ни в коем случае, конечно же, не надо прекращать с ними общаться, если мужу это не нравится. У мужа есть свои друзья, у вас свои подруги, у вас свои есть коллеги. Общение необходимо для того, чтобы мы развивались, чтобы мы чувствовали себя уверенно и чтобы нам нравилось жить. Да, и обязательно, очень важно, финансы, девочки, свои финансы. Обязательно, потому что вы единственный человек, который с вами с первой и до последней минуты вашей жизни. Все остальные люди приходят и уходят. Дети с нами, конечно же, надолго, но мы отвечаем также и за детей. Поэтому у женщины обязательно должны быть свои финансы. Это придаёт уверенности, это позволяет иметь ощущение свободы внутренней, например, свободы действий. И это, конечно же, всегда помогает ощущать себя стабильно, в этой жизни. Вот. И что ещё могу дать упражнение такое интересное, очень лёгкое и простое. Подожди. Я знаю, Валя ещё что-то хочет сказать. Два момента. Смотри. Первое. Я предлагаю дать упражнение очень просто. Пусть нам же нужно, чтобы наш эфир смотрело много девушек. Поэтому я предлагаю, чтобы девочки пооставляли комментарии, кто досмотрит до этого места эфир, чем этот эфир был полезен. А теперь придётся поработать вручную. Ты им в директ запишешь это упражнение и отправишь им это видео с упражнением. Как тебе идея? Отличная идея. И я, как всегда, двумя руками за. Потому что... Заодно они подпишутся на тебя, потому что у тебя интересный профиль. Я думаю, что это будет полезно. И я хочу сделать ещё такую маленькую ремарку, с которой сталкивалась я. Очень часто мужчина аргументирует, почему тебе нельзя что-то делать, тем, что он этого не делает. Например, у него нет друзей. Или он не хочет ходить, у него нет хобби. Разные бывают истории. Так вот вы должны запоминать, что ваш мужчина – это отдельный человек. И если ему не нужно общаться с друзьями, или ходить, заниматься танцами, или ещё, он имеет на это право. Но вы здесь ни при чём. Не позволяйте, как это часто бывает, из чувства, не знаю, вины и жалости. Ну, он же этого не делает. Ну, вы же не просите его этого не делать. Вы ему говорите, любимый, ну, ты можешь этого не делать, если тебе это не нравится, или если у тебя нет друзей. Я хочу это делать. Не стесняйтесь. Помните о том, что вот каждый раз, когда вы что-то делаете, и при этом вас ёкают, вы думаете, блин, я хотела, начиная с того, что платье, да? Я хочу это платье, но ему не нравится, поэтому я его не куплю. Вот каждый раз я хочу, чтобы вы отныне, когда вы себя закрывали, вы себе говорили, я сейчас порчу наши отношения, потому что я себя закрываю, а если я закрываю себя, я становлюсь неискренняя со своим партнёром, я меняюсь и превращаюсь в человека, которым я не являюсь. И это своеобразная измена. То есть я ему начинаю врать. Я делаю то, что мне не свойственно, и то, чего я не хочу, ради него зачем? Он такую меня выбрал, такую меня полюбил, и если он меня такой дальше не будет принимать, ну, значит, мы с ним становимся разными людьми. Это важно для себя иметь вот это объяснение, потому что очень часто мы говорим, ну, он же не делает это. Или второй момент, перестаньте своему партнёру рассказывать, чего он не должен делать. Очень часто, а, если мне нельзя гулять с подружками, тогда тебе нельзя ходить на футбол. И вот мы начинаем у друг друга, знаете, как вот это вот играть в спичечки, мы начинаем друг другу делать гадости. Вот воспринимайте это так, это не компромиссы, это гадости. Ты не можешь есть это, а я не буду делать это. Ты не это, это война. Вы объявили только что своему партнёру войну, и рано или поздно вы дойдёте до пистолетов, и у вас будет дуэль. Кто первый друг друга прибьёт, потому что вы дали огромное количество поводов друг другу возгидомитить себя. Поэтому не делайте это, и если он хочет пойти с друзьями куда-то, вы либо понимаете, что для вас это недопустимо, и вам такой партнёр не подходит вообще в принципе, либо вы разрешаете ему это делать. Вот это очень важный нюанс, потому что, когда мы начинаем играть в игру, кто больше кого удушит, это уже не про любовь, это уже про пиздецок, простите. Наташа такие слова не употребляет, но поэтому она беленькая, а я чёрненькая. Мы всегда так в таком прекрасном тандеме и дружили. И хочу сказать просто девочкам, которые, может быть, сейчас в каких-то таких нездоровых отношениях, бывают равноценные партнёры, но вот сейчас у меня прекрасные отношения, в которых мой партнёр меня уважает, у нас гармония, и, например, вот тот же самый момент, я обожаю путешествовать. Мой партнёр, но ему он не любит, ему неинтересно, он не любит путешествовать и всё. И другой бы, если бы был токсичный человек, он бы начал, вот я не езжу, и ты не езди. Я бы, может быть, тоже бы, если бы я была в состоянии жертвы, тоже бы подумала, ну да, как же я поеду одна. Но сейчас я прекрасно езжу одна отдыхать, с дочкой отдыхать, с подругами встречаюсь. То есть абсолютно таких моментов нет, потому что мы понимаем, что у нас есть права жить так, как мы хотим, мы же не предаём никого, если мы получаем удовольствие. Поэтому тут надо понимать, что идти не от того, что раз я не буду, ты и ты не будешь. Нет, тут надо отталкиваться от того, что я могу, и ты можешь, и всё. И есть такая мудрая фраза, что чем меньше ты держишь, тем больше ты удерживаешь. Потому что если ты отпускаешь, то он от тебя не уходит. Но это касается и мужчин, и женщин. Чем больше каких-то пытаемся мы ограничений на партнёров накладывать, тем это более вызывает протест, негатив, и действительно, как Оля сказала, доведёт до войны. Поэтому обязательно нужно оставаться верным себе, это в первую очередь, и прислушиваться к себе, к своим желаниям, к своим ценностям. И, конечно же...